СИРА Сказанные им слова, его нрав, а также его жизнеописание. Печальные события Битва при Ухуде Ухуд – гора, находящаяся на севере от Медины, в четырех километрах от мечети пророка. Для сражения при Ухуде многобожники подготовили войско, состоящее из трех тысяч человек, трех тысяч верблюдов и двухсот лошадей. Во главе командования был назначен Абу-Суфьян. Достигнув Медины, войско язычников разбило лагерь у подножия горы Ухуд. Пророк Мухаммед, да благословит его Аллах и приветствует, с тысячным войском мусульман выступил из Медины в пятницу месяце Шаваль, третьего года хиджры. На полпути 300 человек во главе с лидером лицемеров Абдулла ибн-Убейей повернули назад, предательски отделившись от колонны с целью ослабить войско мусульман. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Всевышнего, воодушевив сподвижников на победу и вручив предводителям отрядов знамена, привел войско к Ухуд и занял позицию перед горой. 50 лучников сосредоточились на склоне близлежащей небольшой горы, чтобы прикрывать тыл. Им было приказано оставаться на своем месте независимо от того, побеждать будут мусульмане или проигрывать. Ход сражения Две армии сошлись и завязался бой. Своими стрелами лучникам удалось остановить несколько атак конницы курайшитов. В какой-то момент мусульмане стали теснить многобожников, а потом собирать брошенное теме оружие. Подумав, что это уже победа, лучники покинули свои позиции, чтобы успеть собрать трофеи с поля боя. Этой ситуацией воспользовалась конница курайшитов, которая, обогнув гору, напала с тыла. Отступавшие язычники, увидев действия своей кавалерии, снова ринулись в бой. Таким образом, мусульмане оказались в окружении, а затем вынуждены были отступить, взобравшись на гору. Потери В этой битве пророк Мухаммед, мир ему и благословение Аллаха, был ранен в нескольких местах, ему сломали зуб. Убитыми среди мусульман насчитывалось 70 человек, среди язычников – 22. В этом сражении погиб дядя пророка Хамза, да будет доволен им Аллах. Многобожники издевались над мертвыми телами мусульман, отрезая им уши и носы в качестве трофеев. Несмотря на предоставленную возможность напасть на Медину, язычники возвращаются в Мекку. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, поручает похоронить погибших мусульман в их окровавленных одеждах без полного омовения тел и не совершая намаз по усопшим у подножья горы Ухуд. Поход на Хамра-аль-Асад Посланник Аллаха, мир ему и благословение Всевышнего, на следующее утро после битвы при Ухуде созывает воинов, которые участвовали в сражении. Цель созыва – пуститься в погоню за язычниками, направлявшимися в Мекку для того, чтобы показать им, что мусульмане готовы продолжать борьбу. Мусульмане, достигнув места под названием Хамра-аль-Асад, разбивают здесь свой лагерь. В это время многобожники, находясь в 36 километрах от Медины, обсуждают план нападения на город. Язычников охватывает страх, узнав, что мусульмане направляются к ним, чтобы вступить в сражение. Поспешно собрав свое имущество, многобожники спешат как можно раньше добраться до Мекки. Таким образом, мусульманам удается вернуть победу над язычниками после поражения при Ухуде. В связи с этим событием Аллах Всевышний не спостал 60 аятов Сурры-аль-Имран. Хамра-аль-Асад – место в 20 километрах на юг от Медины. Инцидент в Ар-Радже Ар-Радже – место с источником на юге Медины, принадлежащее к кочевым племенам. Поражение при Ухуде понизило авторитет мусульман, в результате чего враги перестали бояться их, проявляя открытую враждебность. В месяце Сафар, 4-го года хиджры, к посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, явились представители племен Удаль и Кара, заявившие, что среди них есть мусульмане, и попросившие его послать с ними тех, кто обучал бы людей исламу и учил Корану. Пророк, мир ему и благословение Всевышнего, отправил с ними 10 человек. Однако, дойдя до места под названием Ар-Радже, лицемеры убили восьмерых мусульман, а двоих продали на арабском рынке в Мекке. Мекканцы, в свою очередь, купив этих двух мусульман, убивают их в качестве мести. Удаль и Кара – кочевые племена, проживавшие на юго-западе Мекки. Трагическое событие. После печального инцидента в Ар-Радже произошло другое ужасное событие, когда один из предводителей рода Банну Амир из Неджда прибыл к посланнику Аллаха, милости ему и благословения Всевышнего, пророк, да благословит его Аллах и приветствует, предложил ему принять ислам. Не ответив ни согласием, ни отказом, тот выразил надежду, что если посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, направит своих сподвижников к жителям Неджда, то те внемлют призыву и примут ислам. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, отправил в Неджду 70 сподвижников, наизусть знавших Коран. Добравшись до источника Мауна, предводитель рода Бану Амир и Бентуфаэль велит убить прибывших к нему с посланием от пророка, да благословит его Аллах и приветствует послов, а затем, напав на мусульман, истребляет всех. В живых остаются только двое, которые доставляют печальное известие до посланника Аллаха. Мир ему и благословение Всевышнего! Неджд – большая плодородная территория центральной части Арабского полуострова. Мауна – источник, расположенный в пределах Неджда и принадлежавший кочевым племенам. Известие о том, что случилось с его сподвижниками в Ар-Радже и Мауна, пророк, да благословит его Аллах и приветствует, получил в одну ночь. Два этих события произошли в один период, то есть в месяц сафар 4-го года хиджры – июль-август 625-го года н.э. Эти несчастья причинили посланнику Аллаха, мир ему и благословение Всевышнего, сильную боль и заставили испытать такую печаль и беспокойство, что он даже стал призывать проклятие Аллаха на тех, по вине которых были вероломно убиты его сподвижники. Он делал это в течение месяца после каждого утреннего намаза. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok